Здравствуйте! В эфире на телеканале ЛРТ Плюс итоговый выпуск новостей. Я Лариса Кириллова и мы начинаем. Сегодня в программе президент Латвии самоуправление услышал. Поможет ли это? Вопрос. По булыжной мостовой на экскурсию на инвалидной коляске. Теперь это возможно. Авария на дамбе. Пятеро в больнице. Визит главы государства – событие всегда знаковое и особенное, поскольку это уникальная возможность рассказать президенту страны в очном формате о том, как живут рядовые поданные, с какими проблемами сталкиваются каждый день и чего реально ждут, а быть может уже и нет, от государственных мужей. Во вторник Дауглпл с двухдневным визитом посетил президент Латвии Эгглс Левиц. Получилось ли у представителей Латгальского региона достучаться до главы государства? Об этом в нашем пятничном репортаже. Эта неделя была богата на события, и визит президента страны в наш город – одно из них. В течение двух дней Эгглс Левиц встречался с общественными деятелями и представителями культуры, а также молодежи, педагогами, академическим составом Дагубовского университета. Президент также встретился и с руководителями, а также представителями самоуправления Латгалии. Разговор по существу начался с выступления господина Левица, и в своей речи президент сделал экскурс в историю Латгалии, много говорил о патриотизме и, в частности, о Дауглплсе. Дауглплс для Латвии и Европы – особенный город. На латвийской границе Дауглплс является самым отдаленным и самым большим европейским городом. Стоящий на берегу Дауглова, он является первым, представляющим общеевропейские культурные ценности. И нам известны имена дауглплчан, которые родились в этом городе, жили и живут здесь, которые оказывали и продолжают оказывать влияние на культурную и научную среду Латвии, Европы и мира. Дауглплс – это город Райниса, Марка Ротко, Паула Минса, Ульяны Семеновой, Андриса Амбайниса. И я рад, что Дауглплс сегодня борется за право называться культурной столицей Европы. Он также уделил внимание теме военной агрессии России на Украине и рассказал о тех последствиях, с которыми придется столкнуться, в том числе и Латвии, и призывал быть стойкими к препятствиям, заявив о том, что на восточной границе Европейского Союза опускается новый железный занавес. Все это, несомненно, окажет влияние также и на экономику Латвии. Повышение энергоресурсов и, как следствие, коммунальных счетов, рост цены на продукты питания, стройматериалы и не только – это то, с чем латвийцы уже сталкиваются сегодня. И, как отметили руководители всех самоуправлений Латгалии, без государственной поддержки остаться на плаву будет практически невозможно. Нас ожидает экономический кризис, и сегодня пока мы еще видим только цветочки. Все еще впереди, и уже есть предприятия, которые объявили о намерении уволить своих работников. Но на самом деле кризис нас ждет этой осенью, его пик придется на зиму. И это, прежде всего, будет связано с неплатежеспособностью населения. В частности, из-за бешеной инфляции снизится и покупательская способность. Все это связано с повышением цены на топливо, энергоресурсы. И, по-моему, всех этих вопросов возник еще один. Если я не ошибаюсь, в декабре 2016 года правительством было принято решение о перерасчете стоимости школьного обеда с 1,42 евроцентов до 1,89 евро. Прошло 5 лет. 1,42 евро как было, так и осталось. Нам стыдно признаться, но мы школьников не можем накормить гречкой, потому что она стоит 5-6 евро килограмм. А эти евро 42 уже не соответствуют действительности. В Резекне для отопления мы используем природный газ. И в этой связи с 1 мая стоимость природного газа для нас возрастет в разы. Это повлияет на тариф, который будет невероятно большим – около 198 евро за мегаватт-час вместо 42. Это означает, что жители не смогут платить по такому тарифу, и нам нужно искать варианты. Но они отдадут отдачу не раньше, чем через год-два. Поэтому мы можем надеяться только на государство и настаивать на продолжении той программы поддержки, которая действует в стране с января этого года. Руководители самоуправления также отмечали, что уже сегодня показатели сбора подоходного налога снизились. Следовательно, сохранить без господдержки полный спектр социальной помощи самоуправления также будут не в силах. У нас и так уже коэффициент развития в отношении Латвии уже такой, ну, довольно низкий, да. И что нам проблемы, которые будут в целом государстве, они еще более коснутся нас тяжелее, чем даже в других регионах Латвии. Конечно, мы понимаем, что цены, цены, цены пойдут вверх. Конечно, может быть, кто-то сегодня уже подумает о своем огородике, не только про как он будет отдыхать в Испании. Я думаю, что нам будет тяжело, и, конечно, на этом фоне очень плохо, когда определенные госструктуры, как этой весной сейчас, плюс еще тот кризис не начался такой, если сегодня просто тебя прислали, что наша структура в Воскреславе не будет работать. И это, конечно, чувство человечески, тогда человек, который при границе живет, он говорит, ну, и что? Государство про нас как думает? И это вот тот момент, как он будет потом, он будет патриотом вообще этой страны? Или он напросто уедет туда? Я не говорю про Рыгу. Рыжане и другие думают, что, о, мы все припремся в Рыгу и будем там рабочей силой. Нет, друзья, многие уезжают, и большинство уезжает в другое место. Выслышав всех и не задав ни единого вопроса, президент Латвии отметил, что он услышал руководителей самоуправлений и со своей стороны постарается помочь в решении вопросов, в частности, касаемых административного характера. Законный проект о переводе учебного процесса в школах нацменьшинства на латышский язык вынесут на общественное обсуждение. Об этом сообщила министр образования и науки Аня Томужница. Согласно законопроекту, переход на латышский язык обучения начнется в 2023 году. С этого времени учиться на госязыке начнут учащиеся 1, 4 и 7 классов. В 2024 году к ним присоединятся школьники 2, 5 и 8 классов. И в 2025 году обучение на латышском языке будет вестись во всех классах. Как сообщалось ранее, еще 25 февраля Мужница призвала все школы перейти на латышский язык обучения. 28 февраля большинство партий, входящих в правящую коалицию, поддержали инициативу Минобразования. В настоящее время в начальных школах национальных меньшинств на государственном языке осуществляется от 50 до 80% учебного процесса. В средней школе обучение полностью проходит на государственном языке, но с условием сохранения возможностей для учащихся на родном языке изучать языки меньшинств, литературу и предметы, связанные с историей и культурой. На внеочередном заседании до выпуска городской думы депутаты большинством голосов приняли решение о продолжении строительства стропского променада и созданию активной зоны отдыха за территорией до выпуска региональной больницы. Планируется, что променад станет длиннее на 1 км и будет соединен с улицей 18 Новомбря. Помимо этого, будет создано дополнительно 50 новых мест для стоянки автомашин, а также специальное место для спуска лодок на воду, а в будущем планируется создание спортивной зоны Вейк-парка. Реализация данного проекта, которая должна начаться уже в этом году, позволит создать и новые рабочие места. Модернизация некогда заброшенных индустриальных территорий сегодня для самоуправления – это задача номер один. Ибо все понимают, без создания привлекательной инвестиционной среды ждать инвесторов не приходится. И мечтать о развитии бизнес-среды тоже. Подробности далее в сюжете наших коллег из Екапелса. В прошлом году осенью в Екапелсе в эксплуатацию был сдан новый производственный комплекс по переработке зерновых культур, в том числе пшеница, ячменя, кормового сырья, который затем продается на фермы. Со временем планируется производить и другую продукцию из зерновых культур. Проект был реализован при поддержке Министерства охраны среды и регионального развития. А в настоящее время на предприятии уже создано новых 8 рабочих мест. К концу следующего года будут трудоустроены еще 10 человек. Это очень хороший пример того, как самоуправление может использовать возможности, предоставляемые Министерством охраны среды и регионального развития. Инвестируя в развитие предпринимательской деятельности региона, мы видим, что здесь уже создано 8 рабочих мест. То есть мы видим, что у людей очень велико желание продолжать инвестировать и развиваться уже сейчас. И это очень важно. Как и важно создание дополнительных рабочих мест для Якопелского края. Производственный комплекс включает в себя здания по приему сырья, 6 резервуаров временного хранения сырья, зону для предварительной обработки сырья и 5 резервуаров для хранения готовой продукции, а также склады, административные и подсобные помещения. В рамках проекта были проведены работы и по благоустройству деградированной территории, и построена подъездная дорога. Напомним, в этом году здесь планируется начать производство продукции и зерновых культур, а в прошлом такой возможности не было, из-за отсутствия необходимого оборудования. Доставка техники затянулась, и приемка зерна в тот период у всех остальных уже началась. Но в этом году предприятие будет конкурентоспособным и точно сможет начать работу вовремя. Недалеко от нового предприятия идет строительство еще одного производственного ангара, который впоследствии будет сдаваться в аренду. Здесь сможет разместиться предприятие по металлообработке, но точно об этом станет известно, когда придет новый арендатор. Именно тогда мы узнаем, какое производство разместится в этих помещениях. А сегодня уже есть интерес к этим помещениям и именно у компаний, занимающихся металлообработкой. Следует отмечить, что в настоящее время Екопельское самоуправление продолжает работу по ревитализации деградированных территорий. Одним из таких мест является территория бывшего Екопельского аэродрома. Интерес к ней уже проявил литовский инвестор, у которого есть намерение построить завод по производству древесно-стружечной плиты. Представители самоуправления отмечают, что для развития деградированных территорий без помощи государства в лице Министерства охраны среды регионального развития не обойтись, и у муниципалитетов должна быть возможность участия в подобного рода инвестиционных программах. Такая возможность есть, отметил министр. Мы разрабатываем различные виды программ по поддержке бизнеса, направленные на улучшение инфраструктуры в регионах. Одна из возможностей, которая будет доступна самоуправлением, это 80 миллионов евро на развитие индустриальных территорий. Финансирование будет доступно из еврофондов уже в конце года. Кроме этого, со следующего года будет выделено почти 200 миллионов евро на развитие бизнес-среды, обустройство подъездных путей и строительство коммуникаций. В ходе рабочего визита министра охраны окружающей среды регионального развития в Якопылский край были рассмотрены и другие вопросы. Один из них – это привлечение финансирования для приведения в порядок жилого многоквартирного фонда. Дагвупл стал первым городом в Латвии, который уже сегодня предлагает туристические маршруты для инвалидов-колясочников. Это стало возможно благодаря сотрудничеству Дагвуплского агентства развития туризма информации и компании Атрамет. И реализуемой ими программе «Доступный туризм. Туризм без границ». Об этом в нашем следующем репортаже. Туристический сезон Дагвуплси уже начался. И да, на него тоже окажет влияние энергокризис и те события, которые сегодня происходят на Украине. И уже представители Дагвуплского агентства развития по туризму и информации говорят о том, что 2022 год будет годом внутреннего туризма. Поэтому, разрабатывая новые туристические маршруты, специалисты этот момент учитывают. Одним из новых предложений туристического Дагвуплса в этом году станет маршрут по Дагвуплской крепости, разработанный агентством развития туризма и информации совместно с компанией Атрамет специально для людей с ограниченными возможностями. А если быть совсем точными, для инвалидов-колясочников. Представитель Атрамет Андрис Онтлас отмечает, что это первый шаг в реализации городской программы «Доступный туризм. Туризм без границ», которая позволит инвалидам-колясочникам отправиться на экскурсию в крепость, не боясь застрять на своей коляске на брусчатой крепостной мостовой. Он для того и был нужен, да, именно вот этот пилотный проект, тестовый раз для того, чтобы понять, как это все будет происходить, что нам еще нужно улучшить, что нам еще нужно сделать для этого, да. И да, мы столкнулись с тем, что, допустим, колясочникам тяжело по вот этой брусчатке ехать, да, и поэтому нужно думать дальше, может, пристраивать именно к коляскам какую-то гусеницу. Такие варианты есть, такие возможности есть, это все нужно рассматривать, это нужно делать. Когда Елизавете и Силвии предложили отправиться на экскурсию по крепости, женщины долго не думали. Согласили сразу, хотя и понимали, что, как и в любом эксперименте, могут быть сбои. В назначенное время за дамами приехали домой специалисты Атрамет, которые помогли им спуститься до специализированного транспорта, который и доставил путешественниц в крепость. Представители Атрамет сопровождают своих подопечных, которым уже не нужно думать, как проехать по той или иной улочке. Их внимание полностью занято только повествованием гида. Ощущение очень хорошее, потому что откуда взяли, до самого конца привезли, и очень удобно. Эта услуга очень хорошая, и она нужная, и необходимая, эта услуга. Очень-очень-очень. И пусть, как говорится, дай бог, чтобы это все развивалось, чтобы как можно больше. Потому что есть очень много, и у меня есть много знакомых, в смысле, они бы тоже, конечно, вот так вот, знаете. Это же интересно. Это очень хорошо, что такие экскурсии организованы. Я хочу просто сказать, что я, например, ну как, и родилась здесь, и все мои тут, и все-все-все. Но про вот то, что сегодня я услышала, я никогда в крепости не была, просто на слышки такие. Ну, в свое время мой двоюродный брат здесь учился. Такие просто разговоры. Но так как это организовано вот сейчас, это очень-очень интересно и полезно. Ивр Рачко, представитель Центра культуры и информации Дагубинской крепости, он же гид, отметил, что та возможность, которую сегодня предлагает агентство по туризму, совместно с частной компанией, несомненно, станет востребованной услугой. Поскольку сегодня это реальный шанс людям с ограниченными возможностями почувствовать себя настоящим путешественником. Я, безусловно, рад новым гостям в нашей крепости. И крепость наша богата не только своей историей, своими людьми и тем, что здесь происходило. Но и крепость богата тем предложением, которое мы можем предоставить, как для людей, которые хотят что-то активное делать. Для семей с детьми здесь есть тоже свои опции. Но также и людям, которым немножко труднее или совсем трудно перемещаться. Есть какие-то особенности. Мы тоже можем подобрать и найти классное решение. И для меня, как для работника крепости, нет ничего более классного, чем вот эти наполненные радостью и восхищением каким-то глаза тех людей, которые нас посещают. Отметим, с каждым годом инфраструктура крепости становится все более доступной для людей с ограниченными возможностями. Но всегда есть к чему стремиться. Крепость есть крепость. Это все же сооружение обороны, можно сказать. И не везде это технически возможно даже. Но мы рассматриваем, конечно, максимально все такие возможности. И тут тоже, например, в Николаевских воротах очень красиво все. Внутри воротах и по мосту там все условия созданы. А вот выходя из моста именно в цитадель главную, есть брусчатка. Но нет такой возможности. И поэтому нужен человек, который помогает колясничному двигаться дальше. Конечно, мы рассмотрим вопрос, насколько это реально и возможно сделать так же самое, например, гранитовую дорожку, так как внутри ворот. Потому что внутри ворота исторически тоже ее не было. Но там сделали. Почему проект не продумали до самого конца, трудно сказать. Ну, конечно, вокруг крепости есть валы большие. И тут, конечно, есть определенные трудности. Есть аппарели, по которым можно забраться наверх, на вал. Но для этого нужен, конечно, помощник, человек, который помогает. И поэтому в рамках такого проекта, когда есть помощники, в принципе, это можно сделать. Потому что какие-то лифты или подъемники на валы сделать довольно сложно, невозможно почти. Итак, будем считать, что экспериментальное путешествие удалось. И теперь, исправив недочеты, проект можно будет смело назвать состоявшимся. Ну, а те, кто хочет, как и Елизавета и Силвия, отправиться на экскурсию в крепость, обращайтесь в Агентство по развитию туризма и информации, позвонив по телефону 654-22-818 или 264-44-810. Оказавшись в транспортном потоке и наблюдая за маневрами того или иного водителя, часто задаешь себе вопрос, как этот человек получил права, кто ему их выдал, ведь он опасен для окружающих. Именно по вине одного из таких водителей сегодня в Далгополсе на улице Далгополсе возле городской думы произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором только по счастливой случайности никто не погиб. Подробности далее. В пятницу днем социальные сети сотрясла информация о том, что на улице Далгополсе в районе городской думы произошла жутчайшая авария. По сообщению полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять автомобилей, также имеются потерпевшие. На месте столкновения одновременно работали несколько экипажей неотложной медицинской помощи, пожарные и полицейские. По неофициальной информации, виновником этой аварии стал водитель автомобиля Ауди. Очевидцы рассказали, что машина не слайс, а если быть точнее, практически вылетела из-под моста. Люди утверждают, что колеса машины в течение нескольких секунд не касались дороги. И, конечно же, у водителя не было никакой возможности, а быть может и намерение остановиться перед выездом на главную дорогу. Заметим дорогу с очень оживленным движением. В итоге водитель не справился с управлением. Сначала его откинуло в сторону одной машины, а затем Ауди протаранил всех тех, кто попался ему на пути. Из искореженного автомобиля спасателям удалось освободить водителя только после применения спецсредств. С места аварии он был доставлен в Дагубовскую региональную больницу. Расследования обстоятельств произошедшего ДТП выясняются. И в завершении программы о погоде. По прогнозам синоптиков, в субботу, днем и вечером ожидаются дожди. Температура воздуха поднимется от плюс 2 до 7 градусов. Целый день будет лить дождь и будет дуть слабый ветер. В воскресенье в Латвии в основном сохранится сухая и солнечная погода. И это будет последний солнечный день перед приходом в страну циклонов. Так, на следующей неделе почти каждый день ожидаются осадки. В воскресенье ожидается слабый умеренный западный ветер. В Латвии северо-западный ветер. Температура воздуха составит плюс 3, плюс 7 градусов. На этом все. Всем хорошего вечера. До свидания.